здрасте мои дорогие чикакцы я приветствую вас и сегодня у нас в гостях полковник российской армии александр глущенко добрый день саш у меня вопрос вот какой я вначале скажу пару слов о чем мы сегодня будем говорить вот сегодня все обсуждают это совершенно дикое видео которое разошлось по интернету со скоростью степного пожара я даже не знаю как назвать это действует даже не зверство это что-то запредельное то что творили российские наемники в сирии дорогие друзья я прошу отнестись с пониманием к тому что мы не только не можем показать эти кадры но я даже не могу их на словах описать потому что иначе канал немедленно заблокируют ссылка дана в описании вы все с этим можете ознакомиться но саша я вот сейчас обращаюсь к тебе как к человеку который с 27 лет своей безупречной службы 10 лет провел горячих точках ты знаешь войну не понаслышке ты видел но мягко говоря то что другим лучше бы не видеть но я не понимаю вот ты что-то подобное наблюдал вообще давай сначала зрителям слушателям обратимся то что если вы пойдете на эту ссылку то пожалуйста вы должны сто процентов знать что у вас крепкие нервы я честно говоря вот даже имея определенный опыт нахождения на войне проще говоря там горячих точках я до конца его не досмотрел просто выключил меня уже скажем так может быть возраст может быть уже здоровье не позволяет на эти страшные вещи смотреть я просто не стал до конца досматривать я с тобой согласен я взрослый мужик я не просто не досмотрел меня стошнило вот извините дорогие зрители вот за такие натуралистические подробности это что-то запредельное ну давай сразу вопрос это была такая прелюдия небольшая то что война есть война никуда мы от этого не денемся и факты жестокости факты нарушения правил ведения войны они существуют они существуют со стороны со всех сторон которые ведут конфликты это понимаете если даже мы сейчас глубоко прочитаем даже какие-то литературные произведения о скажем тех войнах которые были давно например о гражданской войне прочитайте того же шолохова да да тихий долг изрубили изрубили шашками просто так прочитайте роман гуля ледяной поход то же самое там как расправились там с большевиками в станице вешенской то же самое порубили шашками этого враги и все идем дальше прочитайте виктора некрасова то что он писал о великой отечественной войне а второй мировой войне в окопах сталинграда там были факты жестокости реальные факты жестокости может быть даже до нарушения правил ведения войны точнее сами-то правила вот это женевской конвенции сорок она появилась несколько после второй мировой войны когда факты вот эти вот факты нарушения основных правил ведения войны туда входят и права военнопленных и права участников войны вернее боевых действий что можно делать но я ничего нельзя делать но они там включены права мирных жителей вот честно говоря находясь в составе регулярной армии регулярных вооруженных сил которые находятся под жестким контролем во первых своих военных законов воинской обязанности военные службы остатся военнослужащих общевоинских уставов боевых уставов родов войск и видов вооруженных сил где четко описываются ну правила ведения боевых действий вообще в целом а также вот чуток же женевской конвенции вот контролем, скажем так. А также в последние годы, я скажу так, вот мне пришлось участвовать где-то с 88-го года и с небольшими перерывами до 2007-го года в различных боевых действиях. Контроль со стороны международных организаций как ОБСЕ, Красный Крест, Врачи без границ, делегации специальные, выделяемые ООН в зону боевых действий, они все-таки ведут достаточно жесткий контроль и военнослужащие регулярных сил, в отличие от наемников и боевиков, попадают под жесткий контроль. Я могу привести сейчас примеры нарушений, допустим, правил ведения войны или прав войны, она правильно вот так будет называться. Ну вот элементарный пример. Большой начальник, командир полка, полковник Буданов слышал, знаете, такого изверга, который там изнасиловал чеченскую девушку, затем ее убил. Он не ушел от ответственности, он получил там свою десятку, а в конце концов стал жертвой кровной мести, я так полагаю, кровной мести от родственников этой девушки или от ее там односельчан. Вот, капитан Ульман то же самое, расстрелял группу мирных чеченцев и в результате привлечен к уголовной ответственности. Единственное, что ему в ходе судебного процесса удалось скрыться с территории России. Сейчас никто не знает, где он находится. И много-много-много таких случаев было, когда штатные военнослужащие привлекались к ответственности. К сожалению, со стороны нерегулярных формирований, таких как наемники и таких как подчиненные полевых командиров, то есть боевики, грубо говоря, этого контроля, естественно, не было. У меня, например, есть опыт, когда я лично обнаружил пленных российских солдат во время одного из вооруженных конфликтов, пленных военнослужащих, находившихся в плену, скажем так, у противника, просто, вот, грубо говоря, с отрезанными головами и с изуродованными телами. Такое было. И плюс, ну, если совсем крепкие нервы, откройте, прямо ссылку на билете «Казнь русских солдат», российских солдат, и там увидите, как мы отрезаем голову, например. Было такое? Было. Ничего не сделаешь. Почему я завел речь о таких разных категориях комбатантов, как военнослужащие штатные регулярной армии, как боевики и как наемники. Сейчас доподлинно уже известно, популярнейшее российское издание «Новая газета» провело расследование, углубленное расследование, они дошли до сути. Один из этих сволочей, я прямо скажу, у меня нет других слов, в то время как издевались над вот этим вот телом этого араба, даже установлено, кстати, кто это такой, я сейчас расскажу его историю, он вдруг то ли снял маску, то ли снял черные очки. В интернете сейчас существует программа, которая по чертам лица может найти эту фотографию в интернете. И его изображение лица вот эти вот журналисты с помощью там серьезных компьютерщиков нашли в социальных сетях в России, в нескольких социальных сетях. Причем его личный аккаунт, который, на котором он лично размещался, он заблокирован, то есть он ушел из него, он закрыл свой аккаунт. Но среди своих бывших подписчиков, друзей, там, с кем он переписывался, он у них остался в фотографиях друзей. Вот. И его у нескольких друзей, буквально у нескольких, причем в разных ракурсах, в разных там, с разным выражением лица, его просто-напросто обнаружили. Начали копать дальше, вышли на социальную сеть его жены, начали копать дальше, 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 дальше. Дотошные журналисты, это не один месяц они этим занимались. кадры эти семнадцатого года, честно скажу, сразу говорю, когда был особый разгар вот этих вот событий в Сирии. Вышли, чуть ли не всю его биографию установили, оказалось, что он действительно в начале семнадцатого года уехал в составе группы наемников, так называемой ЧВК Вагнера, это, в принципе, его можно свободно назвать незаконным вооруженным формированием, потому что в России, в отличие, кстати, от Соединенных Штатов и других стран Запада отсутствует закон о частных военных компаниях. То есть наемничество, более того, наемничество в России карается по статье 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Там по разным частям этой статьи идет 2, 5 и 7 лет, там, по-моему, такая градация идет, зависит от того, чего он натворил. А наемник это, в принципе, в России считается преступником. Но подобные организации смолчали его согласие властей российских почему-то существует и процветает. Имеет прекрасное снабжение, прекрасное оружие, форму обмундирования, военную технику и занимается вот этим беспределом практически во всех странах Азии, Африки и Ближнего Востока. В частности, их нахождение отмечено в Судане, в Центральной Африканской Республике. Прибыли несколько гробов из Мозамбика буквально вот на днях, там, 3-5 дней назад. И вот в частности, уже давно-давно они ведут войну в Сирии. Имя его установлено. Его единственное, не напечатали журналисты по той лишь причине, что они боятся за его семью, за безопасность типа семьи. Но оно установлено, имя по крайней мере названо, по-моему, Дмитрий его зовут. Его биография, он служил инспектором дорожной полиции. В Америке это, наверное, дорожная полиция называется, у нас это называется госавтоинспекция. Вот, какое-то время там заслужился до небольшого звания, потом, видимо, мизерная зарплата надоела, он поехал рубить бабки, как говорят в России. Ну, как раз в 17-м году он уволился из полиции и туда поехал. Как понимать психологию этих людей? Да, вот это самый главный вопрос, ты понимаешь, Саш, я не понимаю две вещи. Ну, во-первых, это психология этих людей, а во-вторых, что должно быть в голове у человека, который подобное фиксирует на камеру и далее размещает в социальных сетях? Что это должно быть в голове у человека? Я вот просто пытаюсь оценить добавить сначала с точки зрения психологии. Хорошо. Значит, люди, которые... Тут просто вопрос из двух частей получается. Вопрос психологии это сложно залезть в голову другому человеку, но я просто знаю по опыту, что многие люди, которые участвовали в вооруженных конфликтах, тем более находясь там в возбужденном состоянии, потому что скорее всего там бой шел какой-то не дай бог не кто-то стрелял, не дай бог кто-то из его там соседа справа, соседа слева, я не хочу их называть новым товарищем, потому что они не подходят под такие, вот эти бандиты не подходят под такие понятия как товарищ. Может быть, кто-то получил ранение, может быть, кто-то был убит. Это просто вот ярость такая, обуялая. Но они ведут себя на этих съемках, кстати, с прибалудочками, достаточно весело, разговаривают спокойным голосом, то есть это обыкновенный садизм. Мы можем предположить, кто идет в эти вагнеровские формирования. Это люди с искривленной психикой, садисты, мародеры, то есть кроме удовлетворения своих садистских психологических потребностей и получения крупных денег, они достаточно неплохо там получают, у него другой цели нет. Ну, ты знаешь, удовольствий на войне мало, связь телефонная запрещена, интернета нет, как правило, в этих пустынях, там, он просто не подведен, водку туда не завозят, чтобы они там все не перепились, женщин там нет, ну, что сделать, поглумиться над мертвым телом, установить, да, теперь про то, зачем снимать, более того, даже, зачем в кадр попадать с открытым лицом, если ты преступник, ты прекрасно понимаешь, это первое его интеллектуальное уровень, он не понимает вообще, что интернет уже достиг совершенно космических высот, и в прямом, и в переносном смысле, сейчас, если уже опознают лицо, а в развитых странах уже даже кинокамеры, видеокамеры на улицах и в торговых центрах уже начинают распознавать лица, и, кстати, на эту тему идет дискуссия, стоит или не стоит подобным образом ловить преступника, ну, вот его поймали, чем будет, да, это интеллектуальные особенности, он просто этого не понимает и не знает, теперь, как, да, теперь предыстория вот этого араба, которого они убили, тоже новая газета все раскопала, они называют его имя, фамилию, честно скажу, очень длинная и очень сложная, я не, не смогу назвать, но суть не в этом, в новой газете может посмотреть эту статью, смотрите, что получается, он, когда началась война, она идет уже, если не ошибаюсь, с 12-го года, просто сбежал из Сирии, уехал за границу, чтобы не пойти на войну, в 17-м году он вернулся по каким-то семейным обстоятельствам, и его призвали в качестве солдата, на призывной основе, его призвали в армию Башара Асада, естественно, он воевать не хотел, умирать он не хотел, видимо, не склонен человек к этому был, и он убегает из армии, то есть дезертирует, и вот, он, в принципе, не вел боевые действия, он не состоял ни в ИГИЛ, ни в каких-то антиправительственных формированиях, ни в регулярных формированиях, он просто был дезертир, ну да, может быть, по асадовским законам он преступник, но расправились с ним, с ним, скорее всего, как предполагают журналисты, вот из-за этого факта, что он был дезертир, кто-то из местных, видимо, тех, кто взаимодействует с нашими вагнеровцами, либо местные военные асадовские, либо местная полиция асадовская, либо какие-то спецслужбы сказали, а вот этот дезертир он убежал из армии, но они его тут же уничтожили и расправились над мертвым телом, такая вот была ситуация, интересная очень реакция официальных властей России. Да, вот это тоже очень интересно. Да, предпредсекретарь президента выступал, сказал, что мы этим заниматься не будем, у нас есть для этого правоохранительные органы, военная прокуратура, военно-следственный отдел, но, кстати, они под юрисдикцию военной прокуратуры под юрисдикцию. вот ты с языка снял, какой военно-следственный отдел, какая военная прокуратура, какой павлин-мавлин, я не понимаю, это наемники, которые попадают под действие уголовного кодекса, то есть с точки зрения российского уголовного кодекса, это гражданские люди, гражданские, которые совершают преступления с оружием в руках. Все. Я не понимаю, вот здесь логика. Юрий, я поясню, ну, это, понимаешь, это то, что говорит пресс-секретарь, я же за него не могу отвечать. Это один момент. Второй момент, что он сказал, что военнослужащих российских на территории, где идут боевые действия на суше, то есть не в небе, грубо говоря, там где летает бомбардировочная авиация, штурмовая авиация, а там, где они действуют на земле, там военнослужащих нет. Хотя мы прекрасно знаем, что были случаи, когда погибали офицеры, вот по крайней мере офицер спецназа, который занимался целеуказанием на земле, на местности, тоже погиб, там, герой России дали. Но суть не в этом, что там еще интересная фраза у него была, там нет структур обеспечивающих достижение целей российского государства. Вот какой вопрос. Ты понимаешь, вот как-то вот Витейватов он построил. Государственную структуру, он вот так сказал. Типа, этот Вагнер, этот Пригожин, они сами решают свои проблемы, свои вопросы, при этом государство к этому никакого отношения не имеет и будут заниматься расследованием этим правоохранителей. Но самое-то интересное, если вот этот вот ужас, этот кошмар обошел уже весь интернет и гудит на эту тему уже и люди, которые далеки от информационного поля, простые граждане, вон там, сидят в автобусах, в троллейбусах, в метро и разглядывают в своих смартфонах вот эту вот дикую информацию. Если знает уже вся эта страна, то ни одно государственное СМИ на данный момент, на сегодняшний момент, нигде, никаким образом это не отразило. Этого не отразило. Я могу сослаться, может быть, на опыт Соединенных Штатов. Приходилось мне изучать американский опыт, потому что мы изучали иностранные армии. Пример с Вьетнамской войны, когда лейтенант Колли совершил преступление. Помнишь там? Да. Сжег вьетнамскую деревню. Он был привлечен по всей строгости к уголовной ответственности, получил соответствующий срок. Там я сейчас не могу, вот просто на ум этот пример пришел внезапно, да? Но американское правительство выполнило свой долг по пресечению вот этих вот неправомерных действий. Ну, тут может быть еще отличие в том, что, конечно, там была регулярная армия. Но ты обрати внимание. Хорошо. Наших военнослужащих там нет. Там частные лица. Но на территории Российской Федерации действуют вербовочные пункты, которые отправляют туда людей. Ну, нельзя, ну, невозможно сесть на самолет, ну, в условном Домодедово и прилететь в Дамаск как частное лицо, которое потом где-то раздобыло автомат Калашникова и начало... Что начало? Рассказываю. Он же не в одиночку. Вы выяснил я все это. Я вышел на людей. Вот лично здесь, у себя, на исторической родине в Саратах. Помнишь, я тебе рассказывал, что здесь один человек с неустойчивой психик, который ходит наждачной бумагой указательный палец натирает. Да. Он снайпер и периодически туда ездит в командировку. Недалеко от меня живет. И вот случайно разговорились, он узнал, что я военный, и вот тоже он из себя скорчил такого военного, а там небольшое у него звание, то ли сержант, то ли прапорщик. Говорит, а я вот тоже командир. Он узнает, что я был в горячих точках, иногда так обмениваем с ним, и он, я не знаю, он вроде похож на нормальный, он просто ездит бабки зарабатывает. Не думаю, что он с его там характером мог бы там кувалду убивать человека, а потом сжигать и отрезать голову. Но он трет палец наждачкой, мне нужна чувствительность на спусковом крючке. И они едут, я говорю, а как вас туда отправляют? Сформируют команды в каком-то одном из городов. Не обязательно в Москве, не обязательно в Питере. Чаще всего это делается в Краснодарском крае или в Ростовской области. Значит, проводят небольшие сборы тренировочные и едут они туда без оружия, без военной формы, вот этой вот полевой формы так называемой. Он говорит, я туда езжу под видом автомеханика для оказания технической помощи вот великому сирийскому народу. Он едет автомехаником. Другой едет, если у него есть диплом, допустим, фельдшера, какого он, скорой помощи, он едет как фельдшер скорой помощи. Третий едет как какой-нибудь фотограф, четвертый как компьютерщик. Всем придумывают гражданские должности, потому что визовый вот этот вот режим предполагает причину выезда, причину прибытия. И в этом гарте, который заполняется в аэропорту при вылете, там ясно, четко пишется, что я такой-то, такой-то, еду туда как автомеханик. Вот ему дали должность автомеханика. Естественно, он там этого гаичного ключа в глаза никогда не видел, не знает, что такое насос, что такое домкрат. Но что такое снайперская винтовка знает, оружие получают на месте, там же их распределяют по подразделениям, и они дальше начинают творить это черное дело. В моей личной точке зрения я совершенно не могу понять, чьи интересы они там преследуют. Хотя можно понять, что все это связано с нефтью. Сейчас, на сегодняшний день, вот эта шобла, она насела как раз в тех регионах, где наибольшее количество полезных ископаемых. Это суданская нефть, это сирийская нефть, ну, ряд других ископаемых в Мозамбике и в Центральной Африканской Республике. Там связано с редкосемельными металлами. Саш, хорошо, я тогда вопрос ведь иначе поставлю. Допустим, некий Вася прибывает в Сирию как фотограф. Вот, он решил поснимать. Хорошо. Но он куда-то является. Ты только что сказал, что оружия с собой у них нет. Он где-то должен получить оружие. Он где-то должен получить информацию о том, кто его командир и какие его задачи. Значит, я просто включаю лунку. Там должен быть какой-то орган, какая-то организация, какая-то структура, которая дает ему эти указания. Что это? Это тоже частная структура или государственная? Сейчас модно в России говорить частно-государственное партнерство. Нет, там система какая. Допустим, вот, регулярные войска, в основном это авиация, они борются, скорее всего, там еще есть и артиллерия, насколько я знаю. Если есть передовые артиллерийские наводчики, значит, есть и артиллерия. Я просто вспоминаю вот этого погибшего офицера. Плюс там тыловые подразделения и так далее. Вот они в самолете прилетели, их прямо в аэропорту, прямо в гражданской одежде, просто выводят оттуда, сажают на автобусы, везут в какую-то точку определенную. Я не исключаю, что даже может быть на российской военной базе. И там уже происходит переобмундирование, выдача оружия и уточнение задачи. А сама структура вот эта вагнеровская, сколько их там, 100, 200, 500 человек. Если их так много, то идет, там же все бывшие военные, большинство, там идет четкое структурирование. Если 500 человек, то это батальон. Если это батальон, то состоит из пяти рот. Если это пять рот по 100 человек, значит, это три взвода по 30 с копейками. Вот она четко структурируется, периодически вот эта ротация проходит. Для того, чтобы провести ротацию вот этих бандитов, какое-то подразделение, допустим, вот эта первая рота свой лимит пребывания на сирийской территории исчерпала. Насколько я знал, он ездит туда по три месяца. Выводят ее из зоны боевых действий, эти снимают с себя форму, надевают гражданку, передают оружие тем, кто прибыл. И так вот где-то раз в месяц идет ротация по одному подразделению. За три месяца все пять подразделений проходят ротацию. То есть нормально отлаженная система. Ну, рулят это бывший военный, который знает, что такое восстановление боеспособности, что такое переформирование подразделений, что такое доукомплектование. Это несложно сделать, если когда-то вот пару лет проучился в военном училище и хотя бы ротой покомандовал годик. И прекрасно все это можно понять. Тяжелой техники, насколько я знаю, у них нет. Это просто пехота, которая вооружена автоматическим оружием, я имею ввиду автоматы и пулеметы и снайперскими, винтовками, снайперским оружием. Ну, плюс легкое, там, типа пистолетов. Танков, бронетранспортеров нет, не исключаю, что есть грузовики. Просто для перевозки вот этих команд, так называемых. Дело в том, что и у игиловцев, якобы, с которыми они ведут эти действия боевые, и у тех банк-групп, которые могут осуществить нападение на охраняемые ими объекты, а есть информация, что они занимаются исключительно охраной объекта, месторождений, которые Асад в знак благодарности Пригожину, ну, скажем так, давайте проще говорить Путину, вот, в знак благодарности выделил для добычи нефти и эксплуатации под Россию. И они охраняют, отгоняют этих игиловцев и отгоняют бандитов, обычных уголовников от этой территории. Иногда там возникает, естественно, бои с столкновением. Вот, для этого сложная боевая техника не нужна, достаточно зарыться в землю, или устроить огневые позиции в населенном пункте, там где-то на верхних этажах здания. И, соответственно, либо охранять, либо держать оборону. Это их тактика действий, по крайней мере, как мне рассказывали и как я читал в СМИ. Система доукомплектования, снабжения, она отлажена. Им приводят продукты, привозят медикаменты. Ну, хорошо, но тогда, извини меня, тогда получается, я делаю отсюда вывод, поправь меня, если я не прав. Тогда как Песков может не знать о такой идеально отлаженной схеме? Как это возможно? Ну, ничего, не видно, что прикидывается человек. Как может не знать? Нет, он как пресс-секретарь, он может сказать так, ребят, спецслужбы, тем более, вот этот Вагнер, тем более военный, они не обязаны передо мной отчитываться. Я вам излагаю точку зрения Кремля, точку зрения администрации президента. Я вам клянусь, что я ничего не знаю. А вообще, это его логика поведения, это его тактика, методика, стратегия, что он на большинство вопросов, которые ему задают журналисты, причем сложные вопросы задают, как правило, независимые журналисты. Журналист какого-нибудь, каких-нибудь известий там или российской газеты никогда ему такой вопрос не задаст. краснеть, белеть, опускать глаза, когда журналист какой-нибудь новой газеты, например, или коммерсант будет такой вопрос задавать. Но тем не менее, он просто говорит, ребят, я сугубо гражданский человек, мне о чем президент озвучил, я вам то и рассказываю. Конечно, естественно, чиновник такого уровня, тем более, он зам, он зам главы администрации президента, зам вот этого Вайна, или как его там. Вайна. Вот. И я сто процентов знаю, что каждый день утречком вот просто рассказывают чиновники крупные, да, отрабатываются задачи на сутки. Задачи на сутки. Вот они собираются, так, тебе порешать такой-то вопрос, ты поедешь туда-то, ты поедешь, ну, всем за вам ставить задачу. Так, Песков, сделать так, что вот про это событие никто не узнал, вот про это событие можно узнать, вот это событие не комментировать, вот это событие разложить по косточкам и все это дело рассказать. То есть, у него отношения к разным событиям совершенно разные. Не факт, что эти совещания и постановку задач проводят им даже не война, а что вот именно в медийном поле инструктажи ведет само первое лицо, потому что он очень часто прям цитирует первое лицо, я имею ввиду президента. То есть, может получать задачу от него напрямую. Он должен стукнуть кулаком по столу, вот об этом ни слова, чтобы я не слышал в медийном поле. А вот про это можешь рассказать. Ну и вот так вот они работают в таком режиме, а народ безмолвствует. Хорошо, я тогда иначе вообще поставлю вопрос. Вот я так же, как и ты, мы с тобой оба прекрасно знаем разные исторические события. Так вот, все, даже достаточно одиозные режимы, но начиная с Римской империи, не стеснялись избавляться от дряни. То есть, если какой-то человек совершил преступление, реакция была такая, это преступник, это, мы это не поддерживаем, это, условно говоря, нехороший человек, злой как собака, судите его. Я вот сегодня на стриме показывал документ, выпуска из протокола от 9 октября 1927 года, когда какой-то там чувак из НКВД, он пришел на службу пьяный, и ему и там в протоколе написано, что да, на первый раз мы тебе ставим на вид, мы тебя предупреждаем, в следующий раз мы тебя расстреляем. Ну, избавлялись от таких. Объясни мне, вот я просто пытаюсь элементарно понять, почему вот нынешние хозяева Кремля, они с упорством, достойным лучшего применения, они отмазывают всякую дрель. Вот почему это происходит? Юр, дело в том, что сейчас информационное общество, сейчас такое время, когда ушлые журналисты могут овладеть любыми материалами любого уголовного дела, и докопаться до того, кто ему ставил задачу, перед кем он отвечал за выполнение задачи. Посмотри, что творится с малазийским Боингом. Это же сколько лет уже? Сколько лет будет, как вот эта вот беда случилась, да, над Украиной, над Донбассом? Ну и смотри, не найдены до сих пор ни экипаж вот этого самого Бука, да, там 3-4 человека минимум должно быть, да, во главе с офицером. Никто их не нашел. Что, какой ответственности подвергся тот же Стрелков Гиркин, так называемый, да, хотя он на всех кадрах, на всех аудиозаписях идет именно его голос о том, что он хвастается, что сбили этот самолет. Он преспокойно себе живет в Москве, может быть, книги пишет, вот, что... Да Луговой, господи, чего нам далеко ходить за пример. Да, Андрей Луговой. А Мишкин с Чипикой. Да, а Мария Бутина. Ты понимаешь, этот список можно продолжать очень долго. Я вот пытаюсь реально понять, вот, что это за страсть отмазывать свою же собственную дрянь. Вот я... Ну, хорошо, раз мы заговорили об исторических событиях, ну, дорогие друзья, вы же вспомните децимацию, которую устраивали римляне. Тот же Марк Крас, вот, последняя децимация, которая была устроена им, это исторический факт. Ну, всегда избавлялись от дряни. Что у нас за страсть, что это за тенденция отмазывать свою же собственную дрянь. Юра, вспомни даже, вот, не к ночи упомянутого, там, того же Ленина или того же Сталина. Да. Я не думаю, что там у нас полетят эти самые... Я не беру эпоху или время массового террора, да, большого террора, но партийные чистки, была такая партия у нас, сначала ВКПБ, потом КПСС, партийные чистки, при Ленине, при Сталине, проводились где-то примерно раз в 5-10 лет. Да. Прямо было такое понятие. Проводится партийная чистка. И из партии выгоняли всех, кто в чем-то проштрафился. Ну, там, кто-то что-то украл, кто-то неэффективно руководил предприятием, кто-то плохо себя вел в быту, там, пьянствовал, развратился, и так далее. Даже такие люди, вот, они каким-то образом избавлялись от этого баланса. Сейчас я тебе говорю, вся эта мразь слишком много знает. Этой мрази кто-то ставил задачу, эту мразь кто-то вооружал, эту мразь кто-то откуда-то отвозил. От этой мрази требовали отчета, и в результате эта мразь просто много знает. Либо надо эту мразь уничтожать, но для этого духу не хватает. Опять же, опять же, все эти журналисты все узнают. Простите меня за такое слово. Но сейчас такое инфраструктуру. Думаешь, почему такой накат идет на журналистику свободную в России? Признают «Голос Америки», «Радио Свобода» признали иностранными агентами. Они теперь вот здесь у нас как с клеймом. Да? Что и нас... У нас все граждане теперь. Я напомню вам, дорогие зрители, что сегодня, 21 ноября 2019 года, в третьем чтении прошел закон в Государственной Думе о гражданах иностранных агентах. И теперь мы с Сашей... Да что мы с Сашей? Любой гражданин Российской Федерации, хоть тетя Маша из деревни Затютюевки, она может быть признана иностранным агентом, если удовлетворено одно из двух условий. Первое. Человек распространяет информацию. Второе. Человек получает средства из иностранных источников. А итог, так сказать, исходная точка в иностранном финансировании, она может быть любой. Минуточку, вот давай, Саш, хорошо, вот давай так, получает человек зарплату в каком-то предприятии. А это предприятие заключил договор там с какой-нибудь индийской фирмой, или китайской фирмой, или сирийской фирмой. Иностранный агент. Все. Финиталя кандиды. Я тебе проще скажу. Совсем просто. Я сейчас просто размышлял, время у меня было, пока ехал за рулем. Мы с тобой ролики вывешали в интернете. Да. Блоги, блоги, вот эти, видео-блоги. Да. Он находится на американской платформе YouTube, которая входит в состав, кого она там входит? Google. 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 Google, иностранная фирма. Да. Ты распространяешь информацию для неопределенного круга лица, но при этом, если у тебя удачный ролик, то у тебя как минимум, вернее, удачный блог получился, то как минимум два-три рекламных ролика туда капает, да? Ну, может быть. А за рекламные ролики Google-то денежку переводит, хоть копеечки, но переводит, так же? Да. То есть ты получаешь уже этот самый иностранный агент, потому что Google тебе 10 центов перевел за какой-нибудь рекламный ролик, который просмотрел тысяча человек. И не надо на завод идти устраиваться на американский. И ты понимаешь, и вот в этой ситуации у нас весь народ получается иностранной агентой. То есть получается парадоксальная ситуация. Я сейчас вынужден процитировать Евгению Гинсбург из ее пронзительной книги «Крутой маршрут». Если все изменили одному, то не проще ли подумать, что один изменил все? Просто бояться распространения информации. Если начнется над этими отморозками судебный процесс, если начнется реальное, настоящее, объективное следствие, все равно материалы просочатся. Вот как бы не скрывали это все, но ведь ясно и четко, вот есть адвокат, он пришел на этот процесс, пусть он даже защищает его, но все равно богатое, солидное издание всегда может перекупить у адвоката информацию следствия. Ну, в принципе, да. Ну, тем более, что при российском менталитете, я думаю, может быть, американский адвокат будет своими отношениями с клиентом беречь их как зеницу ока, а здесь у нас предложат ему сумму немножко большую, чем его адвокатский гонорар в рамках этого уголовного дела, он выложит это уголовное дело, отдаст журналисту, журналист опубликует, скажет, по закону СМИ нельзя ссылаться на определенных конкретных лиц у нас, хотя сейчас следователи и чекисты пытаются выворачивать руки журналистам, где вы это дело взяли, вот, и все это достоянием гласности, а там вдруг раз и всплывет, мне задачу ставил Бортников, мне задачу ставил Патрушев, мне задачу ставил Чайка, мне задачу ставил там какой-нибудь начальник там ГРУ, сейчас забыл, кто там, и все расколются, все же, вернее, вся эта информация расползется, просто не хотят бороться, боятся выплескивать эту информацию, потому что авторитет, репутация, хороший вопрос, репутация и так у России без того растоптана, самими же, захватом Крыма, войной на юго-востоке Украины, тем, что творится с Грузией, вот эти все аннексии, аннексии земель там и все остальное, репутация растоптана, экономика не движется, народ все более и более недоволен, если ему еще сейчас этому нашему крупному большому начальнику подкинуть этих дровишек в огонь, ну народ совсем от него отвернется, у него рейтинг все падает и падает, но ни один человек в его окружении, потому что это почти монархическая власть, не может ему сказать, слышь, мне кажется, ты с ума сошел, может, хватит, остановись, ну такого же не будет никогда, все кричат, да здравствует король, а маленький мальчик говорит, типа нас с тобой, что король-то голый, вот в чем дело. Саш, но тогда у меня очень жесткий вопрос, вот опять же я возвращаюсь вот к этим диким совершенно кадрам, вот как ты считаешь, вот эти персонажи, я их не хочу назвать людьми, потому что с моей точки зрения, это мое оценочное суждение, это не люди, вот которые подобного творили, но как ты считаешь, это какая-то национальная черта, или это все-таки выродки какие-то вот, которых подбирают, как ты думаешь? Зевер, я скажу, что для меня, например, национального вопроса вообще не существует, вообще в этом, в этой жизни, с малых лет меня так воспитывали, как только я начал слушать и говорить, что национального вопроса не должно существовать для нормального, порядочного человека, поэтому нации, народности, которые являются террористами, бандитами, вот этой мразью, их просто не бывает, это либо отклонение чисто психологически в мозгу, либо детское воспитание, вот такое было, либо легко внушаемые люди, которые насмотрелись боевиков, которые насмотрелись, наслушались своих этих самых командиров из Домполитов, что вот надо этих резать, этих убивать, вот, мы же знаем прекрасно, много фактов, возьми, ту же Камбучи, да, когда там нормальный, добрый, веселый народ, с древней культурой, там, он пришел, полпот, они взяли, по-моему, там 3 миллиона зарубили этим самым лопатами, да, из 5-ти, отрубали. Вопрос такой, откуда, ну, вещают эти два господина, если же они вещают в России, то пускай они представят, что было бы с американским гражданином, если бы он, допустим, где-то в России так обливал грязью свою армию, свою страну. Я завидую просто российской демократии. Ну, я скажу на эту тему, я скажу так, что я вот сейчас нахожусь в Израиле, и уж сколько грязи многие местные, не то, что граждане, а политики, они льют, и в том числе, и на государство Израиль, и ничего. Так, и в данном случае, я хочу сказать только одну вещь. Любовь к своей стране, это не замалчивать ее грязь, ее преступления, а выявлять их для того, чтобы страна стала лучше. Саша. Вот, я то же самое хочу сказать, но только единственное, что я вещаю из России, реально из России, из одного из крупных городов, называемого город Саратов. Это первое. Второе, в отношении демократии вы, к сожалению, просто не представляете, что здесь такое творится насчет демократии. А то, что у вас сегодня какой-то там, не сегодня, а раньше какой-то прокурор там бегал за президентом Трампом и на него воспустил уголовные дела там каждую неделю или вел расследование. Попробуйте проведите расследование на прокурора или губернатора здесь в России. Это первое. Второе, опасно, трудно, я прямо скажу, опасно этим делом в России заниматься. Посмотрите, что творят с тем же Навальным, сколько людей пересажали после так называемого московского дела, сколько людей пересажали после болотного дела. просто, если это трудно и опасно, очень сложно напугать человека, который 10 лет был на войне, просто очень сложно напугать. Ну, что вы со мной сделаете? Ну, голову отрежете и сошлете, что ли? Да ну, господи, переживу я это как. Это второй момент. И третий момент. Вы сказали, что я там армию где-то облил. Так вот, армию я упомянул всего один раз, что регулярная армия этим не занимается. Этим занимаются бандиты и наемники. Я разделил все на три категории. Вы просто невнимательно слушали. Спасибо за вопрос. Спасибо вам за такой классный ответ. Это просто, вы знаете, я всю жизнь живя здесь в Америке 40 лет, удивляюсь, насколько у людей совковый менталитет, который невозможно выжить. Просто невозможно. Ну, и я вот в заключении хочу сочетать вопрос из чата Виктора Ханшева. Вопрос такой из двух слов. Россия обречена? Ну, я отвечу тоже очень коротко. На мой взгляд, нет. Саш, пока есть честные люди, пока есть люди, которые борются за справедливость, за свои права, за права других людей. Сложно, трудно, я еще раз говорю, идет закручивание гая-крас и откачка воздуха-2. То есть, вы понимаете, это не значит, что на вас кинулись, зажали вам шею и вас душат, вот горло вам перепережали. Речь идет о том, что просто из вашего места обитания откачивается воздухом. Вот таким образом воздушит. Это процесс медленнее, чем задушить руками. Но он идет, никуда не денешься. Будем бороться. Так, ну, время нашей передачи подошло к концу. Саш, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Спасибо вам, Анатолий, за помощь. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Ну, я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи через две недели. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова